Моя мечта сбылась. Долго ждала этого дня. Это мама одного из тех ребят, которые 17 лет назад в школе-интернате оказались в огненной ловушке. К сожалению, её 10-летний ребёнок в ту трагическую ночь не смог спастись. В память о нём и всех тех, кто покинул этот мир при пожаре, на месте трагедии Муфтия Дагестана обустроил сквер шахидов. Позвольте поприветствовать всех собравшихся в этот значимый для всех нас день от имени Муфтии Республики Дагестан, шейх Ахмад Афанди Абдулаева и всех сотрудников Муфтията. И сегодня мы с радостью можем сказать, что готовы к открытию этого сквера. Те, кто тогда, будучи совсем юными, учился в интернате, сегодня, повзрослев, вспоминают ужасные события той ночи и ушедших в мир иной одноклассников. Однако они радуются, что имена погибших не забыты, и территория, где развернулась трагедия, стала памятным местом и не осталась заброшенной. Здесь не построили многоэтажные живые здания и коммерческие объекты, а возвели уютный парк, который будет теперь напоминанием о трагедии и символом надежды на будущее. 11 лет назад, когда еще будущий Муфтият Ахмад Ахаджи сказал, что он теперь наш старший брат, и он один из нас. И какой бы поспорник к нему не обращался, он всегда оказывал нам поддержку. Когда мы обратились в Муфтият по поводу парка в этом месте, он нас заверует, что возьмет этот вопрос под свой контроль. И вот теперь мы все собрались здесь, чтобы открыть этот прекрасный парк, памяти наших погибших обратил. Мы очень переживали за это место, нам было очень больно и грустно. Сегодня такой знаменательный день, мы очень рады, что здесь обустроили сквер. На открытие сквера пришли сотни людей, взрослые дети, на лицах усобравшиеся искренние улыбки. Теперь здесь можно покататься на качелях, позаниматься спортом и просто спокойно провести время с семьей. Очень давно ждали этот парк, это единственное место в этом районе, где можно с детьми погулять. Раз вы в школу пойдете, скажите, за такую цифру. Очень рады, почти весь видеть, весь район вышел на улице. Рады, что построили его, что еще сказать. Спасибо всем, кто принимал участие. Работа огромная, я надеюсь, все сохранится и все будет процветать, все лучше и лучше здесь будет. Приятно будет отдыхать нам, жителям. Хотел пожелать нашему миру, чтобы таких скверов здесь, таких парков, чтобы через хотя бы 2-3 квартала что было. Это такие красивые места. Я больше нигде не видел, начиная с центра города до конца города. Нету больше таких местов. Благоустроить территорию удалось в первую очередь при помощи волонтеров, общественников и меценатов. Им вручили заслуженные благодарственные письма и памятные подарки. Мэр Махачкалы, который поддержал идею и содействовал в реализации проекта обустройства сквера, обратился к горожанам на торжественном открытии. Еще недавно мы не могли представить себе, что махачкалинцы могут спокойно гулять в парках. А сегодня мы открываем новое общественное пространство. Те места, где можно дополнительно гулять, нам уже не хватает места, где проводить достойный досуг. И в этой части это, конечно, незаменимо. Не просто создавалось это место, и я благодарен и Муфтиатр Республик, лично Ахмад Хаджи Афанди. В этот поистине праздничный день для жителей столицы. Здесь звучали строки из Корана, стихи и нашиды. А детишкам устроили развлекательное представление. Аниматоры, игры и конкурсы порадовали малышей, пришедших на организованный для них праздник. Ребята, давайте мы познакомимся и поздороваемся. Ребятам из малообеспеченных семей, которые в этом году намерены отправиться в школу, благотворительный фонд «Инсан» также подарил портфели со школьными принадлежностями. В новом парке посажено более 50 деревьев в честь погибших религиозных, государственных и общественных деятелей, журналистов, словом и делом отстаивавших идеалы добра и справедливости и не поступившихся своими принципами. Также более 30 кипарисов высажены в память о детях, чьей жизни отнял тот злополучный пожар. Как отмечают организаторы, работа по обустройству парка будет продолжаться, а это место станет новой зеленой точкой на карте Махачкалы, куда люди будут стремиться прийти, чтобы отдохнуть и вспомнить тех, благодаря кому сохранялись мир и благополучие в республике. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Доуд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.